Всем огромный привет, мои хорошие! Ну что, сегодня первый день после моей пятой химиотерапии. Я заранее прошу прощения за свой голос, но пока вот разговариваю вот так. Кто меня смотрит, да, постоянно тут знает, что после химии всегда я один день, день, два дня, каждый раз как-то, ну в основном где-то около двух дней меня держит вот такой вот голос. Вот так, вот так немножко приподниму микрофон, потому что мой микрофон навернулся. Приходится теперь, чтобы вам лучше было слышно, потому что помимо того, что без микрофона плохо слышно, так ещё и со своим таким ангельским голосочком, то вообще не получается кричать. Если сейчас только буду это пытаться чуть громче говорить, то сразу буду закашливаться. Так, ну что, ребятушки, как скажу, первая ночь после химии прошла, ну как говорится, по моим меркам нормальная, да. В свои четыре часа мне удалось поспать, ну это, как говорится, была последняя ночь, когда такая вот эта ночь уже химия заберёт сон. И как обычно у меня проходило так, что на вторую ночь, да, меня уже накатывало то, что покидал сон. И где-то на протяжении недели поспать мне практически не удаётся. Ну, в лучшем случае, в лучшем случае, это если час, да, сна, то это круто. И при том, что я абсолютно не хочу спать ни днём, ни ночью. Обычно там, да, если у тебя была какая-то бессонная ночь, то обычно тебя днём сваливает, да. Ты ходишь такой вот, как зомби, какой-то такой на автопилоте, вот, потому что ты не выспавшийся. А у меня нет. В этот период, пока меня держит эта химия, у меня сна абсолютно нет. И я себя чувствую нормально, да, скажем так, на бодрячке, да, на таком, в том случае, да, как это может проходить в моём случае, скажем точнее, то нормально. Меня не клонит в сон ни днём, ни ночью. Единственное, что уже спустя, когда несколько дней, конечно, когда организм не восстанавливается, то начинаю чувствовать просто больше раздражительности. Тогда меня там бесит, да, кто как собака гавкает, гавкает, двери щёлкают. В общем, вот такой вот. То есть вылазят колючки, и ты начинаешь таким быть, как ёжик. Вот, а так, вот это, так на сегодняшний день ещё, единственное, что видите, появилась сильная краснота. Ну, те, кто меня смотрит постоянно, да, в период диагноза, то у меня всегда появляется краснота. Вот это где-то сутки будет, потом пройдёт. Вот, значит, со вчерашнего дня я начала пить лекарства, вот это вот, не лекарства, а витамины, которые мне передала Леночка с Москвы, этот нейровид, да, это составляющая полностью группы витаминов В. Вот, я посмотрела инструкцию, смотрю, там ничего нет на латыни, ничего, думала, чтобы доктору своему показать. Вот, начала искать в интернете, значит, аналог этого препарата. Вот, сейчас вот у барни лижется, сейчас я его прогоню. Так, прогнала его, потому что лижет лапой и мешает. Вот, вот, и начала искать, в общем, этот препарат, аналог, ну, испанский, думаю, может быть, что-то это, чтобы предъявить, как-то, ну, спросить у врача по поводу этого препарата, можно ли мне его принимать. Потому что ранее он мне говорил, что, то есть, чтобы я ни в коем случае не пила никакие витамины, это, типа, запрещено. Я не пила и всё это время никакие витамины. Вот, ну, это, а это же витамины, ну, думаю, у меня просто такая, ребята, так, так меня шандарахают после химии эти ноги, что, вы знаете, что я уже не знаю, что бы мне сказали, наверное, смолу горячую пить, я бы её пила, если бы только сказали, что это меня всё исцелит. Вот, и там, и, вы знаете, я зашла в интернет и смотрю, точно такой же препарат, такая же упаковка, всё, такое же самое название есть в Испании. Вот, и я, значит, вчера, не вчера, ну, в общем, когда мне делали химию, ещё и с памятью, ещё и с памятью вообще, такое, не голова, а друшлаг, вообще ничего не запоминаю, вот просто вообще, вот тут сказала, тут забыла, тут сказала, тут забыла. Кошмар. В общем, я, когда вот это же перед химией была у онколога, и он мне сказал, да, вот этот препарат можно. И вот я начала пить его, и только с такой надеждой, очень сильно надеюсь, что всё-таки он мне может быть немножечко сможет облегчать моё ноги. Вот, я уже запаслась там, да, этим сухим льдом, всё это, но сейчас, не знаю, как буду с этим сухим льдом, у нас в квартире прохладно. Если вы заметили, что я уже одеваю тёплую кофту, потому что, ну, дискомфортно. Если так вот, лежишь там, смотришь телевизор, если не двигаешься, то в квартире очень-очень свежо. Вот, то, конечно, летом сухой лёд был круто, как сейчас, как сейчас будет проходить это всё, я не знаю. Ну, хотя я знаю, мне помогут мои эти волшебные таблетки, и у меня не будет настолько такой боли. Вот. Ну, вот так вот, ребятушки, на сегодняшний день обстоят мои дела. Если бы проходило вот так вот, да, то было бы довольно-таки неплохо. Вот. Ну, и ещё что-то в последнее время слишком многих людей, ну, никак, не слишком многих, но проскакивает на то, что как может быть онкоблогер, мол, с таким весом, с такими, как мне написали, с такими щёчками. А что вы думаете, что все онкоблогеры, все только высыхают и засыхают? Вот. Абсолютно нет. Ну, не знаю. Меня в тот период, когда меня не тошнит, у меня прекрасный аппетит, я ем, как и в обычной жизни, до диагноза, без всяких проблем. Вот. А тошнит меня буквально там, буквально дня два. Максимум. Вот. И то, в принципе, на данный момент со мной ещё неплохо работает циррукал. Вот. И он меня, как говорится, спасает, и мне с ним комфортно. Вот. Так что вот так вот. Что касается гемоглобина. Вы знаете, я хочу сказать, что этот раз, вот между четвёртой и пятой химией, когда я восстанавливалась, я даже не пила никакие абсолютно эти препараты для поднятия гемоглобина. Я поднимала себе гемоглобин сугубо только натуральным образом. То есть в моём рационе была каждый день, ну, практически каждый день, малина, хурма, все разновидности капусты. Да, особенно в последнее время меня пробило на вот эту красную капусту, салат из красной капусты, на этот печень, гранат. Граната очень много. Вот так вот. Я очень сильно люблю этот помэлу, не знаю, хотя мне тут писали, что вот кому-то там запрещают или ещё что-то, не знаю. Спросила у врача, сказал, кто вам сказал, что такое нельзя, можно без проблем. В общем, и яблоки — это то, что вот, скажем так, каждый день и много. И не надо мне даже сейчас ничего писать, ничего говорить по поводу того, что вот видом там фруктозы, там сахарозы, там ещё что-то. Я ем всё. Я не смотрю о том, что я гранат ем, он сладкий, да. Я ем яблоко, оно сладкое. Так что вот так вот. И слава тебе, Господи, мне удалось. Естественно, я не вышла, вау, как на норму полностью здорового человека. Но, тем не менее, без препаратов я смогла, слава Богу, поднять этот свой гемоглобин, ай, ну ещё гречка. Гречка вот, ну это то, что вот такое вот стараюсь каждый день. Ну, малина, яблоки, хурма. Это вообще, это вот каждый день и в день по несколько раз. Прямо скажем так, и всё. Ну вот так вот, ребятушки, слава тебе, Господи, надеюсь на Божью силу. И вообще уже хватит страданиями, мучения, что эта химия всё-таки, дай Бог, ляжет нормально. Вот, но если вдруг что, и да, я вас уже предупреждала, если вдруг не выйду, то не переживайте. Дам вам денёчек-два отдохнуть от своего присутствия, как раз вы, может, больше соскучитесь. Вот, и тогда я обязательно выйду к вам. Ну, всё, мои хорошие, я надеюсь, вам будет слышно хорошо меня, потому что неудобно с этим микрофоном, конечно, и... Ой, да знаете, где тонко, там не рвётся. То палку потеряла, палку купила, макрофон надумал поломаться, он, короче... Ой, блогер ещё тот. Ой, ладно, ребятушки, всё. Так что, вроде бы, всё всем таким поделилась с вами на сегодняшний день. Пошла дальше отдыхать. И кот рядом пришёл, отдыхает. Я вас всех целую и обнимаю. Всем по этой традиции желаю крепкого здоровья. Берегите себя, мои хорошие. Спасибо вам за всё. Спасибо за лайки, за дизлайки, за ваши комментарии, за ваши поддержки, за всё, за всё. И за то, что вы у меня есть. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok